Выявлять нелегальный преступный доход покупателя теперь могут в ювелирных салонах. Если раньше продавать дорогие украшения могли без паспорта и сумма не имела значения, то теперь узаконен порог в 40 тысяч рублей. Расплачиваясь наличными, в этом случае покупатель обязан показать удостоверение личности и заполнить анкету в магазине. Серьги, подвеска и для полного комплекта цепочка. Такой подарок обойдется почти в 52 тысячи рублей. Без предъявления паспорта продать украшения нам не имеют права. Согласно новым поправкам, закон о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. Эти средства были получены преступным путем, либо на какие-то доходы, которые человек не указал в налоговой декларации. И для этого магазин обязан спрашивать паспорт и фиксировать данные гражданина, который покупает ювелирные изделия на сумму свыше 40 тысяч рублей. Порог в 40 тысяч для тех, кто расплачивается наличными. По карте порог в 100 тысяч. В некоторых ювелирных салонах, наряду с предъявлением паспорта, просят заполнить еще анкету. Таким образом они фиксируют данные о покупателе, который располагает большой суммой. О покупке в 600 тысяч рублей и выше сотрудники магазина сообщают в надзорные органы. Если приходит покупатель и делает покупку на сумму, например, 204 тысяч, то он должен предъявить паспорт. Покупка, которая составляет свыше 600 тысяч, у нас в отделе не было и нам не приходилось сообщать в надзорные органы. В ювелирном магазине могут отказать в покупке, даже если клиент подозрительно выглядит и имеет при себе крупную сумму. Однако в данном случае покупатели могут отстоять свои права. Покупатель на действия магазина, если он действительно самостоятельно заработал деньги, может в свою очередь подать заявление в надзорные органы, в суд, для того, чтобы обязать магазин продать ему это ювелирное изделие. В Северодвинске, по словам юристов, были факты, когда в магазинах расплачивались чужой картой и подделывали подписи. Также совершали покупки по украденной карте. В том числе и для разоблачения таких мошенников были сделаны поправки в законе. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.